И всем привет, ребят! С вами Старвак, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим тему, которая, ну, наверное, волнует больше всего всех на сегодняшний момент времени. Учитывая тот факт, что у нас есть проблемы в игре, есть проблемы с входом в игру, с игрой в игру и всё, что связано у нас вокруг игры. Многие ребята негодуют, многие ребята не понимают, что у нас будет по итогу, выдадут ли нам какую-то компенсацию, будут ли какие-то дополнительные бонусы, продлят ли нам мини-игру в связи с тем, что у нас на сегодняшний момент времени игра испытывает, ну, такие, можно сказать, неприятности в виде DDoS-атак. Да, и сегодня мы немножечко больше поговорим об этом и скажу вам одну вещь, которую уже я узнал и которая, ну, свидетельствует, наверное, о том, что у нас будет 100% компенсация. И те ребята, которые там думают, что, типа, мол, будет, не будет, они, наверное, как всегда нам ничего не дадут, смогут уже, ну, чуть-чуть, может быть, даже подрослабиться в этом плане и ожидать хорошие бонусы от разработчиков в связи с этими неприятностями. Ну, а если вы ждали этот видеоролик, если вы хотите, чтобы у нас игра стабильно начала работать, чтобы у нас закончились все DDoS-атаки и чтобы у нас была жирная, вкусная, контентовая компенсация, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну, и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млн кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас 40-го аккаунта QC, тему личный, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну, и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашей компенсации, в принципе, как и до этого, я надеюсь на то, что она будет и будет она хорошая, в принципе, мои ставки абсолютно никак не поменялись за 2 дня, и я все так же думаю, что нам должны выдавать премку за каждый день лагов, плюс дополнительные бонусы в виде контейнеров энергии в ивенте. И сам ивент, в принципе, должен быть продлен на тот период времени, в зависимости от того, насколько он долго не работал. И у меня появилась информация, к сожалению, мне ее скинули максимально обрезанную, да, но эта информация получается с техподдержки нашей игры, и техподдержка уже нам говорит о том, что вопрос компенсации будет рассмотрен после решения проблемы. То есть, как только решится проблема дедоса так, будет решена уже ситуация по поводу компенсации, но я более чем уверен, что когда вот такую информацию дают, это говорит нам о том, что наши 100% ожидания будут реализованы, мы получим бонусы, мы, хотелось бы верить, получим еще и продление ивента, ну и благополучно сможем пройти и новую мини-игру для тех ребят, кто еще этого не успел сделать, как и я, ну и получить еще наполнительные хорошие бонусы на свои аккаунты. Именно с этих фраз всегда начинались компенсации, именно этот факт, да, подтверждает нам то, что уже есть мысли по поводу компенсации, а если есть мысли, значит это все будет реализовано. Вопрос лишь только времени, насколько долго все это дело продлится. Да, у нас там в первую половину дня и ночью игра работает, но как только у нас там время идет после обеденного и до вечера, на всем этом периоде времени, игра у нас перестает работать. И все работает точно так же само, как работало год назад, два года назад и так далее. Как только эти додос атаки появились, все работает идентично, просто абсолютно. Вопрос лишь только в том, где защита от додоса, сумели ли опять додосеры обойти эту защиту, либо в чем проблема. Может быть это вообще не додос, может быть это что-то другое, хотя если честно, выглядит все это идентично, поэтому вопрос, наверное, о том додос это или нет, ну, наверное, по идее исчерпан. Поэтому ждем компенсацию, ждем бонусы, надеемся на то, что уже в ближайшем будущем все это дело закончится и разработчики придадут нам вкусняшечки. Ну а вы, если согласны с моей точки зрения, то обязательно поддержите данный додос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и пишите, что по вашему мнению будет в виде компенсации в рамках вот такой вот проблемы, которая у нас возникла в нашей игре. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok